В этот раз мы решили немного расслабиться и записать что-нибудь, нечто более простенькое, например, Тетрис Старый Добрый. Будем проходить в кооперативе. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, на сей раз мы по одну сторону баррикад. Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, играть в Тетрис и комментировать это тяжелая задачка, но мы попробуем справиться. Ну, по крайней мере, мы еще можем пытаться думать, да. Ну, если бы ты немножко правее ее поставил, было бы красиво. Ну, к сожалению, я об этом не подумал. На, сейчас я ее... Вот так. Ну, если что, второй игрок это я, мои фигурки появляются справа. Начали мы уже сразу с Тетриса. Сразу четыре линии я смог сделать. Уже небольшое достижение есть в кооперативной работе. Так, это я сейчас сюда поставлю. Дабл. Может тебе... Нет, была подача, если бы ты туда и ставила. Ну, я сейчас поставлю как раз. Мне все как-то тяжело свыкнуться с ролью второго игрока. А мне наоборот. Поскольку... Вот сюда. Когда мы только решили просто попробовать сыграть в Тетрис, обычно первым игроком был я и создавал игру. А сейчас немножко вышло наоборот. Поэтому мы немного в растерянности. Ну и что, мы будем с этим бороться. Может даже покажем хороший результат. Да, и надеюсь, это будет успешно. Да. Давай-ка ты туда, да. Но вообще, кооперативный режим в Тетрисе это совсем другое дело по сравнению с одиночной игрой. Поскольку думать приходится одновременно не только за себя, но и предугадывать то, что будет делать твой напарник. Ну, по крайней мере, когда есть способ общения друг с другом, предугадывать не обязательно, можно попробовать договориться. Это точно. И то это не всегда получается сразу. О, как удачненько там. Вот можно поставить вот сюда и делать еще один Тетрис. И теперь нам надо ждать палочку. А, кстати, у меня она как раз идет в следующий. Конечно, два Тетриса уже. Это эпик, как минимум. Поскольку до этого, когда мы просто так играли, у нас ничего не получалось толкового. Ну, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Вот тренировка у нас прошла. Теперь показываем то, чему научились. Да, теперь у нас активные боевые действия проводятся. Так, мне надо как-нибудь сесть, проверить дисплея, чтобы хоть как-то казалось, что я все-таки второй игрок, а не первый. Да, мне как-то до сих пор тяжеловато свыкнуться с мыслью. Я думаю, не только мне. Да. Я поначалу тоже все смотрела на правые фигурки и думаю, что же она не двигается так, как я хочу. Что же она в другую сторону едет. Даже хорошие ходы делаем. Внезапно. Дай мне туда пролезть. Надо разминуться как-то. Это даже у нас получилось. Так, давай, лучше ты в крайнюю, а я... Ага, хорошо. ...по центру ближе. Так, я прям вот так сюда ее опускаю. Да, дай мне тоже вот это место. О, это тебе. Как раз можно будет сделать вот так. Так, куда мне палочку лучше? Ставлю-ка я ее просто... А, сюда? Не успела. Немножко. Ну ладно. Палочка, она всегда пригодится. Сейчас она будет как раз таки у меня. О, отлично, ага. Как еще удачно все складывается. Прям одновременно. Так, я сейчас палочку... Ладно, ладно. Хорошо, спасибо. Так. Ну, ты можешь как раз ее влево положить. Да, ну можно и сюда. Как раз таки всем в этот раз будет видно, как мы играем с лагами. Да. Я опять смотрю не на свое. Да. Ну я уже более-менее свыкся. Не, ну я тоже в основном, но бывает какой-то один такой внезапный момент, совершенно рандомный. Когда вдруг, внезапно, начинаешь думать о чужой фигуре. Это точно. Так, две палочки, это эпик. А, давай сделаем вот так. Ну так, я тоже сейчас сюда. Лаги. У нас еще и фигуры одинаковые сейчас. Называется думайте как хотите. О, вот это лаги. Все правильно. Ну тоже, да-да-да, тоже хорошо. Так, еще раз так же. О, мы прошли первый уровень. Имеем честь наблюдать станции Кляски. Мы вскипнем кнопкой старт, чтобы зря не тратить времени. Абсолютно точно. Продолжим веселую застройку. Опять мы встретились. Так, я вижу только такой вариант. И такой. Как раз таки удачно можно поставить было бы фигурку. Да, но я немножко не сообразила вовремя. Так, ну теперь можно тогда сделать даже лучше. Вот так вот, как-то так. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Так, в этот раз мы поняли друг друга без слов. Да, это замечательно. Да, давай. Так. Снова лаги небольшие. Ну, ничего страшного. Зато есть время подумать. Как делать дальше. Да, лучше бы мне туда вот эту штучку поставить. А сверху. Приладить. Интересно в этот раз, насколько далеко сможем пройти. Ну, думаю, учитывая эффект того, что мы это делаем на запись, явно нам не добавляет удачи. Но вообще, случиться может по-разному. Ну, я надеюсь, на исход максимально благоприятный. Ну, по крайней мере, если исход будет не очень хороший, вряд ли это видео кто-то вообще увидит. Так. Так что, если кто-то видит это видео, значит, у нас все получилось удачно. Что-то много палочек стали давать, даже удивительно. Ну, они всегда достаются тогда, когда они нам уже не нужны. Вот как, например, сейчас. Мне вот эту палочку ставить даже некуда. Вуаля! Так, да. Пока что все крайне стабильно. Угу. Стабильность это очень хороший знак на будущее. Как я люблю все эти штучки повертеть сначала, прежде чем поставить. Даже если она уже стоит правильно заранее. Ну, какая разница. Ну, я обычно сначала думаю, потом уже пытаюсь что-нибудь... Ну, вот я тоже сначала думаю, придумала, и начинаю вертеть, несмотря на то, в каком состоянии она мне изначально. Так, а теперь начинаем надеяться снова на палочку. Так, тут как-то... Я поспешил слегка. Вот и пошли первые фейлы. Ну... Небольшие. Пока что они не настолько критичны, чтобы... Да, не фатальны. Чтобы чего-то бояться. Будет удачненько сделать вот так. И чтобы ты сделала две линии сейчас. Да. Можно открывать еще две линии. Как раз таки у меня очень полезная фигурка для этого. Вот, собственно, фейлы исправлены. Мы снова вернулись к тому, с чего начинали. Очень удачно вписалась там. Сейчас я сделаю вот так. И вот так. Ага. Так, давай вот так лучше сделаем. Вот это самое одно. Так, ну палочка, палочка. Ладно. Одна линия тоже линия. Так, ну у меня угол короток важнее. Угу. В этой ситуации. Опять палочка. Опять ставим ее куда-нибудь в бок. Как это не сюда. Вообще, эти палочки всегда лучше ставить в бок, если не знаешь куда. Главное не делать много просветов между фигурами. Поскольку... Угу. Поскольку маленькие дырочки исправлять очень трудно. Оно и понятно. Ну вот у нас есть хороший инструмент. Сейчас я только поверну его в нужную сторону. Так, первую сотню линий мы сделали. Подожди, у тебя палочка есть следующая. Ты ее очень хорошо впишешь сюда. Ну, собственно, сотню линий мы уже сделали. Уже достижения есть. Какое-никакое. И мы даже перешли на третий уровень. Снова пропустим пляски. И продолжим застройку. Ну, да. Фигурки уже имеют какой-то не очень приятный цвет. Ну, хотя, насколько я помню, тут вариации цветов есть еще более жестокие и брутальные. И вот этот коричневый оттенок еще не самый тяжелый случай. Так, да. Надо вот эти штучки залатывать. Так, ну, палочка, позвольте сделать. Куда мне вот это поставить? Ну, ладно. Так, теперь мне куда ставить. Вот сюда, а тебе лучше вот туда пробить. Да-да-да-да-да-да. Так, ну, теперь мы даже можем привести к Тетрису, если у нас будет палочка. Поэтому ждем ее. Вот, как раз-таки это счастье достанется мне. Отлично. За такое действие нам дали очень много очков. Так, мне бы куда-нибудь, даже не знаю куда, придется. Хотя бы так. Хотя бы не разрушить существование последующих ходов. Так, ну, тут стоит сделать вот так. А палочку стоит поставить именно вот туда. Куда она и падает. Кто первая? Я первая. Ну, собственно, да. Исправили как раз фейл. Мой, небольшой. Лаги позволили нам хорошенько подумать. Вообще, да, комментировать игру в Тетрис оказывается на практике сложнее, чем казалось изначально. Поскольку, в отличие от всего остального, тут приходится еще по максимуму использовать мозги. Два дела в одном просто. Так что мы сейчас, как два Цезаря, делаем два дела одновременно. Думаем, как правильнее походить и думаем, чтобы такого сказать по поводу того, что мы делаем. Особенно учитывая, что делаем мы практически одно и то же, только с разными ситуациями. Это совершенно верно. Так. Пожалуй, я ее сюда поставлю. Так, можно вот тут уже линию еще сделать одну. Угу. Палочку я сюда. Вот. Лучше бы, вот, хотя, без разницы, можно и так. Кирпичик, он и в Африке кирпичик. Так, сделаем небольшую башенку. Катая сюда, пожалуй. Так, удачно в левый угол можно ставить и сделать еще вот так. Да, давай. Чтобы в итоге сделать двойную линию. А как-то внезапно я начал вспоминать термит Тетриса. Поскольку до этого мы пытались что-то объяснять друг другу более доступными словами. Ну, учитывая как раз тот факт, что я лично в Тетрис играла последний раз вообще очень много лет назад. Ну, я тоже как бы не очень в ближайшее время был заинтересован Тетрисом. А тут придется уже делать нечто иное. Так, ну, пока что все грехи получается исправлять по максимуму. Ладно, я сюда влезла, понимаю. Так, ну, по крайней мере, трудности у нас уже потихоньку начинаются. Да, лучше я сюда. Начали падать фигурки, именно те, которые нам неприятно видеть. Хотя, исправиться всегда есть время. Да. Откуда мне ее? Ну, совершенно верно. Правильный ход. Вот это хорошая, очень позитивная штучка. Можно сказать, спасительная. Так. А вот эта штучка мне совсем не в тему. Это верно. Так. Этот кирпичик я поставил совершенно неудачно. Да я тоже, я в то, что опять его перепутала с твоим. Так, ну, линию я в любом случае сделаю. И мы даже перейдем, да. В следующий уровень. Так, ну, скорость все повышается и повышается. И вероятность фейла все увеличивается и увеличивается. И все свидетельствует о том, что жить нам осталось недолго. Особенно учитывая, как мало у нас тут сейчас места осталось. Хотя у нас еще есть шанс спасти ситуацию. Ну, немножко мы уже разгребли. Свои ошибки. И снова потихоньку возвращаемся на верный путь. Главное только снова не начать их делать. Например, я могу. Так, удачно разминулись. Тебе я бы посоветовал в правый край уйти этой фигуркой. Я не успею только ее развертеть, как положено. Так, в этот раз лаги сыграли не в нашу пользу. Из-за этого случился фейл. Небольшой. Так, да, я сейчас сюда залезу. Так, и сейчас тебе хорошо бы уйти опять в правый угол. Так, а мне теперь надо как-нибудь... О, даже разминуться получилось. Так. Сделаем каме. О, отлично. Вот пример хорошей командной работы было. Когда ход получился очень удачным. Так, ну это уже немножко испорченный с моей стороны ход был. Ну, ничего страшного. Вот у тебя палочка, давай ее скорее туда. Еще одна палочка, ее стоит поставить именно вот так. И надеяться на еще одно. Ну, конечно, лаг не способствует повышению качества игры. Но, тем не менее. Хотя бы так. Так, задумчивое молчание с нашей стороны. Да, потому что мы... Практически у нас происходит спасение утопающих. В нашем же собственном лице. А, как говорится, спасение утопающих. Это дело рук самих утопающих. Так, ну все, опять начинает складываться более-менее удачно. В очередной раз. У меня одни кубики просто. Аналогично. А, блин, не успела. Ряд фейлов с моей стороны. Безумных. И опять я не успеваю. Ничего. Пытаемся выудить. Хотя бы с того, что имеем. Так, ну теперь моя ошибка. И, скорее всего, конец уже очевиден. Ну, результат хоть такой результат. Да. Попробовали нечто иное. Получился результат. Даже в таблицу рекордов попали. Можно даже что-нибудь написать. Я даже могу уместить свое имя в три буквы. Но я свое не смогу уместить в три буквы. Поэтому, я думаю, мы продолжим как есть. Ну, собственно, и все. Все вышло предельно быстро. Ну, хоть какой-то результат показали. Я сделал 113 линий. А я... А я всего лишь 73. Ну, в принципе, тоже неплохо. Все получилось.